Давайте про заложников, господин Бобот. Вот отдельно, тут у меня просто есть несколько новостей, которыми я хотел бы поделиться с нашими зрителями. Закрывая тему вот с этой мобилизацией, да, и законопроектом, который вот сейчас так широко обсуждается в Украине, один из бывших народных депутатов Украины, Игорь Луценко, предложил, ну, он, кстати, бывшие народные депутаты у нас не под бронью, то есть они все равно могут быть призваны. И он говорит, что вот вы понимаете, обращаясь к своим коллегам нынешним парламентариям, он говорит, это законопроект очень непопулярный, его надо будет там принимать. И вот для того, чтобы быть честным, честными со своим народом, говорит он народным депутатам, вы должны сами показать пример и, возможно, тоже присоединиться к тем, кто отправится на фронт. Он говорит, вот смотрите, вас 450 человек, да, даже если каждая фракция даст 10%, допустим, не знаю, жребием решить или добровольно, 10% от каждой фракции тоже идет, значит, служить в поля. Это поможет людям понять, что как бы их не используют, да, что власть не оторвана от людей. И вот я это прочитал и звучит так достаточно разумно. Вот в Израиле, как я понимаю, со службой и среди чиновников, и высокопоставленных там военных проблем нету, да. Я слышал, что и дети, и президента, и министров, если я не ошибаюсь, сейчас воюют, кто-то даже уже погиб. Да, да, к сожалению, вы абсолютно правы. Начиная от президента, главы правительства, всех высокопоставленных министров, или они сами уже служат, если они достаточно молоды, и их дети, в том числе и, допустим, сын Айзенкота, бывшего начальника генштаба, сегодня министр военного кабинета, который управляет этой войной. Вообще там была страшная трагедия. Его сын погиб, когда он был как раз в штабе южной дивизии, когда он принимал как бы доклады командира южного округа и командира дивизии «Газы». Тогда его отвели в сторону, им сказали, слушай, твой сын героически погиб, вот буквально несколько километров от вашего места, и вы знаете, он даже как бы остался продолжить, только потом он поехал домой сообщить жене. Поэтому у нас, конечно, все это происходит именно так, все перемешано. Очень высокопоставленные, но не только чиновники и министры, а даже очень богатые люди. Вы знаете, миллионеры, генеральные директора таких стартовых компаний, которые могут, я не знаю, каким-то способом хотя бы даже уехать, все они идут и служат в армии. У меня в школе как минимум пятеро учителей, среди них такие уже как бы немолодого возраста, около 40 лет служат в резерве. Меня иногда, ну, меня призывают на заседание, я не в счет, я уже старый хрыч. Поэтому, конечно же, это происходит именно так. Я думаю, что это дает гражданам Израиля чувство локтя. Потому что, если мы видим, что наше правительство, наша верхушка, наша элита не защищена от мобилизации, в том числе, сначала говорили про Биби, что его сын один в Майами, так он тут же приехал. Там, это самое, один сын пошел в резервы, он служил и служит. И оба сына президента государства и сыновья генералов, между прочим, уже пятеро, пятеро ребят погибли сыновья генералов. Ну, начиная от генерал-майора до там генерала-лейтенанта и так далее. Тоже это, как бы, вы понимаете, что такое чувство, как будто бы это нереально. Вы знаете, я вам скажу, когда моя дочка старшая пошла в армию, я ей говорю, Галь, давай я тебе, как бы, ну, смогу организовать, может быть, что-то в войсках связи. Это достаточно продвинутые должности, которые находятся на передовой, это не тыловые какие-то должности интендантов или что-то такое. Она говорит, папа, войска связи – это жестяные солдаты, и поэтому она служила в артиллерии. То есть вот такое чувство, и ты чувствуешь себя, боже, я служил в войсках связи, так, значит, она меня не это самое, не уважает. То есть она пошла в артиллерию. Вот такое, как бы, иногда дети даже, вот у нас практика, что если ты единственный ребенок у родителей, родители должны подписаться о том, что ты можешь служить в боевых частях. Очень часто бывает, что дети уговаривают своих родителей, вы знаете, у детей есть достаточно много рычагов влияния на родителей, они подписывают, а потом получается, что вот родители остаются одни, потому что вот единственный сын погибает. Это очень и очень трагично, но, к сожалению, это как бы, или там у нас такие там публикации, семья целая, там пять братьев, все в армии. И вот там фотографии, которые ваши журналисты же находят в определенных ситуациях и фотографируют их вместе. И это, да, это прямо как бы повышает, я бы сказал, мотивацию народную на продолжение этой войны. И все понимают, что это война без выхода, как говорится. Друзья, ваши мысли по поводу вот этой модели, которая существует в Израиле, всего того, что рассказал господин Бабот, а также, конечно же, о законопроекте, который предполагает усиление мобилизации в следующем году, оставляйте в комментариях. Я вас, кстати, попросил лайк поставить в начале этого видео, забыл попросить, но вот прошу теперь, пускай нашу беседу большее количество людей увидит. Давайте, господин Бабот, наши зрители, дело в том, что несмотря на войну в Украине, несмотря на обстрелы, все равно война в Израиле остается одной из топ тем, которые интересуют нашу аудиторию. Наши зрители всегда пишут много слов поддержки. Я прошу вас, друзья, не останавливаться. Давайте как раз поговорим о том, что происходит на Ближнем Востоке именно в контексте заложников, которых вы уже упомнили. Я с огромной болью в душе увидел заголовок о том, что пятеро заложников были обнаружены мертвыми в тоннеле секторе Газы. В то же время Хамас не хочет нового перемирия в обмен на заложников, насколько я понимаю. То есть было предложение, ну вот я видел цифру 40 заложников, просил Израиль, требовал, можно по-разному называть, включая всех женщин и детей. Хамас отказался. В целом, да, вот эта стратегия, вот как вы думаете, как могли быть убиты эти заложники, да, потому что угрожали заложников убивать, были ли они убиты специально, как вы думаете. И в целом, почему Хамас не хочет идти на новые там перемирия в обмен на заложников. Прошлое ведь мы с вами обсуждали тоже, дало им определенные привилегии, ну то есть помогло им, скажем так, в каком-то плане там перестроиться, там, да, логистику поменять и так далее. Почему не хотят теперь? Ну, я говорил уже, что, как бы, тема заложников – это самая страшная, самая тяжелая и самая проблематичная тема. Решений хороших нет, по-настоящему. Это предложение было египетским предложением. Первый раз Египет, как бы, берет инициативу и предложил модель прекращения войны в трех этапах. Первый этап – Израиль дает двухнедельное перемирие, это не перемирие, а прекращение огня на две недели. Израиль, Хамас и другие организации возвращают 40 заложников чисто гуманитарных, то есть это женщины, дети, которые еще там есть, и пожилые мужчины. Израиль, конечно, за эти две недели дает все больше и больше гуманитарной помощи и освобождает террористов уже на этот раз немножко более высокого пошиба. То есть те террористы, про которых мы говорим, что у них кровь на руках, то есть это уже террористы, которые чисто планировали или участвовали в терактах против израильтян. Это первый этап. Второй этап – это создание какого-то управленческого органа в Газе, который будет состоять из технических специалистов, которые относятся к фатаху, то есть к палестинской автономии в Иудее и Самарии на западном берегу и к тем людям, которые не замешаны в преступлениях Хамаса, тоже из Газы, значит местные. И Израиль снова получает всех женщин, которые там находятся, включая наших солдаток, все трупы и отдает энное количество заключенных, осужденных террористов. Это второй этап. А третий этап – это полная передача всех заложников в израильские руки. Они получают всех тех, кого они хотят получить с точки зрения террористов. Израиль прекращает военные действия, отводит войска за границу Газы, прекращает военно-воздушные полеты и Хамас разоружается полностью и подписано полное прекращение боевых действий. Хамас на это не согласился. Хотя если бы этот договор был принят, это бы означало полную капитуляцию Израиля с точки зрения тех целей, которые поставило правительство перед армией и вообще. И Хамас это не принял. Это может быть потому, что главари Хамаса в Газе, они оторваны от того, что происходит на самом деле. Это очень как бы характерно для террористов, которые сидят в бункере и не могут выйти и не увидеть. Они как бы получают отрывочные данные. Прямо как Путин? Ну да, скорее всего это может быть тоже как все там диктаторы, которые сидят. Если вы знаете, вообще-то не только диктатор, но любая такая должность, которая ты на каком-то высоком управленческом уровне, если ты не находишься на территории и не своими руками, ногами и глазами иногда проверяешь то, что происходит, ты бываешь очень часто оторванным. Это между прочим происходит и с директорами школ тоже. Такое бывает директора заводов, генеральные директора других компаний больших. Поэтому даже на это Хамас, то есть их ясенуар не согласился, несмотря ни на что. Я думаю, что для себя он говорит, три месяца я продержался. Говорят, что есть огромные потери у Израиля. Мы продержимся еще. США и может быть международное сообщество не даст Израилю победить и может быть как-то это самое пронесет. Но скорее всего этого не произойдет, потому что они отказались. У Израиля развязаны руки хотя бы в смысле войны с Хамасом. Хотя есть какое-то, может быть, желание США или давление, если хотите, о том, чтобы Израиль перешел к более точечным действиям. Но это менее реально на этом этапе войны. Но да, это не за горами. То есть второй этап, когда эти территории и газы, которые уже захвачены Израилем, будут переданы резервным подразделениям, которые там будут уже действовать как полицейские силы, территориальные силы после захвата территорий. Когда наши ударные подразделения закончат главную работу по зачистке, это то, что происходит сегодня в трех районах Гази, то тогда уже можно будет говорить о втором или третьем этапе. И вообще эти этапы, это чисто схематично. Поэтому и, конечно, огромное скопление жителей на юге Газы. Напомню, что никто в Израиле, кроме самых таких отпетых, я бы сказал, права, ультраправы, права радикалов, не хочет заниматься двухмиллионным, двух с половиной миллионным населением, чтобы создавать для них мусороотводы и медицину, и школы, и так далее. Поэтому я думаю, что Биби ищет какое-то международное политическое решение или формулу, в котором Израиль будет играть первую скрипку военной, допустим, контроля, военного контроля, первые полгода, допустим, а все остальное потом. Но, конечно же, вторая или первая цель этой войны – это освободить заложников. 82 дня войны, время у них заканчивается. Вы говорили про трупы, это было с самого начала. Многие наши заложники были угнаны и ранеными тяжело. Скорее всего, некоторые из них погибли сразу же, мы это знаем, из и допросов, и потом были найдены наши погибшие. Некоторые из них, может быть, даже умерли от голода, потому что там были данные о том, что вообще у них не дают им почти еды, кроме там полпиты в день и так далее. И, конечно же, некоторые из них могли быть убиты из мести, в самом туннеле и в самом том месте, где они находятся. Но, как вы понимаете, данных полных нет. Вот вчера было опубликовано только 129 имен заложников, а потом сегодня появились новые данные. Сегодня уже 133 заложника. Напомню, что идет параллельное опознавание погибших в одном из лагерей центра Израиля, Шура. Там даже, знаете, произошла ошибка. По ошибке было две солдатки были похоронены вместе, как один, как одна. И только сейчас нашли останки. И вот это уже, понимаете, это уже и семьи, и эксгумация, это все. Это настолько страшно говорить об этом, что это вообще волосы встают дыбом. Но вот такие как бы останков иногда почти нет. И находят вот отдельные кости. Даже археологи задействованы в опознавании погибших. Поэтому этот процесс тоже продолжается. И постоянно идет обмен данных между погибшими, между заложниками. Допросы пленных, между прочим, дают очень много информации. Я просто не понимаю, господин Бабот. Но если наличие заложников у террористов, оно не останавливает израильскую армию. Вот мы вначале там говорили, вот штурм может привести к смерти заложников. Там Израиль должен, ну короче, не пойдет на какие-то шаги. Там не будет обстреливать, потому что могут погибнуть заложники. Мы видим, что наличие заложников у террористов Израиль не останавливает. Вот почему бы тогда действительно, да, там как-то их не обменять, не отдать. То есть, ну от чего они страхуют террористов в итоге? Израиль готов. Израиль готов на это. Но проблема в том, что как бы как минимум 50% решения это у них в руках. И Израиль готов на очень как бы дальноидущие шаги. Далеко идущие шаги для того, чтобы получить наших живых или даже мертвых, всех наших заложников. Но, к сожалению, тут действует может быть принцип, я не знаю, уместно ли такое как бы более полушутливое сравнение. Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. Израиль ведет войну, как будто нет заложников. А параллельно есть целый штаб, который работает очень и очень основательно для того, чтобы освободить заложников, как будто нет войны. Между прочим, это принято и Египтом, и Катаром. То есть происходят переговоры, в Египте находится представительство Хамаса, туда же была задействована израильская делегация, так же и в Катар. Так что это пока приносит свои плоды. Ведь если бы не было военного давления или воздействия на Хамас, они бы и эти 119 не отдали бы в свое время. Поэтому без сомнения, и между прочим, они же и прервали этот договор, потому что Израиль хотел продолжать. То есть их, если Армог достаточно спокойно закончить как минимум 2 или 3 недели спокойствия в Газе, если бы он захотел ее. Но, наверное, они понимают, что вот эти вот заложники, они последний щит, последняя карта, последний козырь некоторых семей. Вы знаете, они же содержались в семьях, заложники. Вот у врача, у адвоката, у щитовода. Они, Хамас передал их всеми своих боевиков или деятелей Хамаса. И они содержались в подвале, там заложники, а наверху там прием в адвокатской конторе у этого адвоката или у других. На единой фотографии постоянно мы находим разведданные. Они же ходят тоже с камерами, как бы нательными. И из этих данных мы получаем очень много информации, в том числе кадры, семейные кадры, в которых дети, женщины сфотографированы с калашниками, с винтовками Драгунова. Они стреляют, у них там видеоклипы. Это все не поддается никакому описанию, как организации объединенных наций, как такие мировые организации, как Красный Крест, абсолютно бездействуют при таких ярых, явных фактах преступления против человечества. Господин Бабот, у меня такие вопросы уже давно не возникают, после того, как Россию не планируют, не то, что не смогли, а даже не разработали план для исключения России из Совета Безопасности ООН. После того, как, например, Белорусский Крест участвовал в похищении украинских детей, в целом у меня эти вопросы уже не возникают. Вы знаете, на финал, господин Бабот, я бы, подводя итоги этого года, мы с вами общаемся в преддверии окончания 2023-го, я думаю, что очень важно на финал подметить то, как, как по мне, изменились отношения двусторонние между Украиной и Израилем, а именно между украинцами и израильтянами. Я помню, до начала террористического акта 7 октября были, ну, давайте, напряженными эти отношения называть не будем, но было определенное похолодание. Мы даже на этом YouTube-канале обсуждали какие-то заявления чуть ли не секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины про то, что Израиль там может быть исключен из формата Рамштайн, формата помощи Украине, и что там вроде как Израиль может быть замешан в передаче какой-то информации над оккупантом. Ну, какие-то такие были новости непонятные. А теперь же, что мы видим? Несмотря на все это, Киевский международный институт социологии провел опрос, который показал, что 69% украинцев открыто и уверенно симпатизируют Израилю, и лишь 1% поддерживает Палестину. Для сравнения, эта цифра вдвое больше, чем в Соединенных Штатах, и втрое больше, чем в Великобритании. Очень приятно, что антиизраильские протесты в Украине, их не было абсолютно точно так же, как и в вашей родной стране. В целом, те, кто как-то пострадал, особенно от Советского Союза, от России, как-то эти страны антиизраильские протесты обошли. Вот мне очень приятно было видеть вот эти результаты этого исследования. И на финал, господин Бабот, как вы считаете, как эти две войны изменят отношения двусторонние между нашими странами? Я хочу это немножко разделить. Политика от народа. Народ и до этой войны, то есть с начала полномасштабного вторжения, был полностью за Украину. Большинство народа, я имею в виду 70%, особенно те люди, которые приехали из, я бы сказал, бывшего постсоветского пространства. Несмотря даже, что это из России, из Казахстана, из других стран, они были полностью за Украину. Потому что, когда ты дышишь воздухом демократии, ты понимаешь, насколько это важно. И поэтому неважно, откуда ты приехал, многие мои друзья, они из России, но они полностью поддерживают Украину. У меня лично, как бы, есть 156 доказательств о том, что я был за Украину и тогда. Не только потому, что я из Литвы, но и потому, что у меня 158 бывших репатриантов из всех республик бывшего Советского Союза. Они все за Украину, они все знают, что я был с самого начала за Украину. И поэтому, я думаю, что народ, он был, а после начала полномасштабного вторжения в Украину и 7 октября, я бы сказал, на 90% поддерживают Украину, если не больше. Но вся проблема у нас в Израиле, что наше правительство и наш глава правительства, они, особенно Биби, он же мастер непринятия решений. И поэтому пока там есть какие-то факторы, это боязнь генетическая Советского Союза и России, это там какие-то факторы в Сирии, может быть, там военные какие-то, еврейское население Советского Союза и России, конечно же, сегодня. Это объяснение, но это просто бездействие нашей правой, ультраправой верхушки политического эстаблишмента. И поэтому наше, но это тоже уже меняется и наши, даже вот правые и левые, все наши члены парламента, уже большинство за Украину. Но сказать, что будут активные действия, там, поставлять Украине вооружение или какие-то другие системы, кроме гуманитарных, которые Израиль и так уже поставлял и поставляет сейчас, конечно, меньше из-за того, что у нас самих, вы знаете, там уже снарядов не хватает, можно сказать. Не, ну смотрите, тут же просто важно, господин Бабот. Одно дело наличие, там, да, и непоставки, там, помощи военной, потому что ее нету, и непоставки, потому что там, значит, идет заигрывание с Россией. Вот сейчас, когда Россия открыто поддержала Хамас, я думаю, что и отношения между Израилем и Россией, и Израилем и Украиной на этой почве тоже могут потерпеть изменения. Уже нет никаких заигрываний. Даже Биби, несмотря на всю его, как бы, не знаю, что сказать, несмотря на всю его, как бы, политическую изворотливость, он понимает, что Россия больше не партнер Израиля. И он просто, как бы, не хочет еще один, как бы, международный фронт, и с Россией тоже, как бы, на, как бы, на, чтобы это не только тлело под спудно, а где-то, чтобы напрямую там, и так, вы понимаете, наша, наша ситуация и наш статус в организации объединенных дебилей, организации объединенных наций, он, он абсолютно ниже, ниже нуля. Да, у нас там 150-160 стран против Израиля. Поэтому Биби ничего не будет принимать. Я надеюсь, что после войны, когда уже не будет правительства Бенемин-Антаньяу, то будет изменение, кардинальное изменение политики нового правительства в отношении к Украине. Я надеюсь на это, я верю в это. И я понимаю, что, вы знаете, я вам лично скажу, меня спрашивают, а что ты говоришь о том, что Украина там не голосовала? Я вам скажу мое личное мнение, может быть, но я это не говорю, потому что я говорю сейчас на украинском канале, абсолютно нет. Я в это верю по-настоящему. Даже если Украина будет постоянно голосовать против Израиля, меня это не интересует. Меня интересует, что Украина сегодня на стороне добра. И Украина сегодня жертва, которой нужно помогать не из-за интересов, а исходя из моральных принципов. Именно поэтому я и Израиль, и израильские народы, и государство будет поддерживать Украину в этой правильной, правдивой войне хорошего с плохим. И пока в России не изменится власть и не прекратится эта страшная война победой Украины, восстановление тех отношений, которые были когда-то между Бибией и Путиным, не будут возможными.